Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Первого Соборного Послания Апостола Петра на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Пастырей же ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзираясь за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыр-начальник, вы получите неувидающий венец славы. Так обращается в своем послании апостол Петр к пастырям, к тем, кому Господь поручил пасти церковь свою. Он здесь говорит не из гнусной корысти, но как бы говорит так, любите Иисуса и служите Иисусу не ради хлеба куса, не ради гнусной корысти, а надзирая с любовью за стадом Христовым. Свидетель Анзатауст пишет по этому поводу, цитата, «Христос говорит, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, а кто унижает себя, тот возвысится. Что ты говоришь, если смирю себя, буду высок? Да, — говорит, — таково мое могущество, чтобы достигать одного посредством другого. Я владею средствами и искусством, не бойся. Моей воле повинуется природа вещей, а не я следую природе». Конец цитаты. То есть, свидетель Анзатауст напоминает слова Христа, «Тот, кто унижающий себя, да возвышающий себя, да унизится». Бедодопочтенный пишет, цитата, «Не господствуйте над наследием Божьим, чтобы вы имели такое смирение, какое хотите, чтобы имели повинующиеся вам по отношению к вам». То есть, здесь дает совет пастырем. Если вы, то есть, явите образ смирения, он говорит по-другому. Если вы хотите, чтобы к вам относились люди, когда вы им что-то говорите смиренно, так и выявите этот образ смирения, так и пишет. Как вы хотите, чтобы имели повинующиеся вам и по отношению к вам, и по отношению друг к другу. Прежде сами и на деле высказывали, и в душе незыблемо сберегали согласие со словами Господа. «Вы знаете, что те, кто кажется князьями народов, господствуют над ними, и князья их властвуют ими. Но у вас не так. А кто хочет быть большим, будет вам слугою. И кто хочет среди вас быть первым, будет всем рабом». Конец цитаты. И сам Христос, и его образ, он пришел, как он говорит, не чтобы ему служили, но чтобы послужить. И послужил. Как? До смерти и смерти крестной. Далее говорится. «Также и вы, младшие, повинуетесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу. Все же подчиняйтесь друг другу. Облекитесь смиреномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И так смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». Мы видим, что дает наставление и тем, кто находится под властью пастырей, для того, чтобы не было гордыни. А блаженный Августин пишет следующее. Цитата. «Боюсь, чтобы при умершлении дел плоти ты не слишком полагался на свой дух и не погиб вследствие гордыни, и не испытывал противления Бога себе, гордому, и чтобы тебе, несмиренному, не было отказано в благодати». И далее блаженный Августин здесь цитирует текст, который мы с вами прочитали. «Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Конец статы. Апостол Петр далее продолжает и предупреждает, говорит, «трезвитесь, бодруствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непокребимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Предупреждает, что если мы работаем дьяволу, как сказано, чье имя призовете, или кому вы служите, тому вы рабы. То есть своими делами, своими мыслями и поступками мы стяжаем либо благодать Божию, либо гордое противление Богу. Поэтому если мы дадим место дьяволу в своей жизни, в своем сердце, то тогда апостол здесь предупреждает, что он только и ждет. Он бродит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. То есть видим, что дьявол, он не вездесущ и не всемогущ. Бог вездесущ и всемогущ, а этот бродит. И вот он, когда бродит, он ищет такие сердца, таких людей, сможет. Ага, здесь вот Клайва Льюис очень хорошо английского писателя. Почитайте, как он высылает этого гнустика, там этих бесов. Как только ссор, он, во, это моя среда, здесь еще нужно, как говорят у нас в народе, бес разжигают. Да, он здесь как раз поцелает, потому что здесь призывается его, то есть он видит свою среду, как бы, где ему хорошо. А где смирение, ему, конечно, там противно. Где правда царит, где любовь царит, ему там отвратительно. И он всячески старается подкрасться, но если мы не даем ему места, да, в своей жизни и в своей, внутри себя, то без нашей воли никакая расприя и никакой рыкающий лев войти в нашу жизнь не сможет. Василий Великий пишет, что дьявол, цитата, наш противник, то есть дьявол по всей земле под небесами слоняется и рыщет, как бешеный пес, ища кого бы пожрать. Мы узнаем это также из написанного об Иове. Конец цитаты, помните? Он здесь напоминает нам книгу Иова, которую мы с вами также рассматривали. Исидор Пилосиот по этому поводу пишет следующая цитата. Образ льва. Христос именуется также львом по царственному достоинству и по неодолимости, а праведник по небоязливости и бесстрашию. Дьявол же по зверству и кровожадности, ибо ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Конец цитаты. То есть мы видим, что здесь говорится о праведности и бесстрашии, а по отношению к дьяволу, как рыкающий лев, говорится о зверстве и кровожадности. В существенном писании всегда есть противоположные образы. Например, есть святые иконы и святые изображения, а есть дьявольские изображения, бесовские, идольские. Есть чаша Христова, а есть чаша бесовская. Есть церковь, как невеста Христова, беспятная порока, а есть вавилонская блудница. Точно так же есть лев, как тот Христос из колена Иудина, а есть лев, которым говорится здесь, который зверь и кровожадный. Далее апостол здесь завершает свое послание кратким таким приветствием, можно его назвать как прощальное приветствие. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, нашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы и стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. То есть, что это за вавилон, о котором здесь говорит апостол Петр, в котором находится Церковь Божия? Под вавилоном здесь подразумевается Рим. Рим действительно был как вавилон. Поэтому что значит как вавилон? По своему разврату. Он был по своему образу, как вавилон. А кто такой сын, о котором здесь говорит апостол Петр, Марк? Это евангелист Марк. Имеется в виду духовный сын, которому, как мы знаем из предания, апостол Петр, если вы так хотите, поручил, что ли, написать свое Евангелие от Марка по своему благословению. Марк был намного моложе апостола Петра. Также здесь говорится о Силуане, известном апостоле. И завершает 14 стихом, говорит, «Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе». Почему подчеркивается «мир вам всем во Христе Иисусе»? Не просто «мир вам». Потому что Христос говорил, «Тот мир, который я даю вам, не так, как дает этот мир». Мир Христов, он здесь изложен в Евангелии. Не будет между вами ссоры и прочее-прочее. Любите друг друга, будьте странно любивы. Вот что значит мир Христов. Совсем противоположный мир, который вне Христа. И также, говорит, приветствует друг друга лапзанием любви. То есть не так, как напоминает нам, как Иуда. Ты сделал предательски друг по отношению к другу, но искренне. Многие люди спрашивают, «Ну как вот эти все добродетели?» И мне вот пишут, «Как эти все добродетели, о которых вы рассказываете на экзегете, и так интересно, там вот столкование отцов особенно. Согласен, что лучше, чем толкование отцов, ничего найти невозможно». Но как это все в своей жизни преобразовать? Нужно сказать, что надо начать с малого. Как сказано, верный в малом, верный во многом. Над многим поставлю тебя. То есть, можно сказать, и многие добродетели дам тебе, если хотите. Поэтому надо начинать упражнение. То, что называется скетизм, не надо бояться этого слова. Это упражнение. Я уже сегодня об этом где-то сказал в одной главе, что обидели тебя, промолчи. Сказали тебе слово, промолчи. Вот хотя бы научиться сдерживать свой язык. Не отвечать злом на зло, но языком. Вот сдерживать его, обуздывать. Сделали что-то тебе такое нехорошее, перекрестись, помоли, скажи. Господи, помоги, помилуй, сохрани. Или моли топтинских старцев, если хотите. Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. И не дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. И так бы немного упражняйся. Где-то получится, не получится. Как в любом деле. Как в музыке, как в спорте. Не получается. Еще раз, еще. Но надо пробовать. И не опускать рук. Всегда пробовать. И тогда, тогда все с Божьей помощью наладится. И те добродетели, и Евангелие, оно осуществится и с Божьей помощью, и в нашей жизни. Будем, братья и сестры, стремиться к этому стяжать благодать Божию. Пока еще есть время, пока мы еще живы, и пока Господь нас хранит в этой жизни и дает нам возможность совершить главное дело в нашей жизни. Дело покаяния, как перемена ума.